Школа, детский сад, ФАП, а теперь еще и Дом культуры. Старость несли несколько лет назад, тогда же поблизости занялись новым. Это Новомалыклинский район, средний сантимир. Село небольшое, проживает здесь чуть более тысячи человек. ДК – то самое место, где и праздники все, и выборы, и досуговые мероприятия ждали с нетерпением. Мы на завершающем этапе сейчас ведем отделку и благоустройство. Нам осталось заасфальтировать дороги, поставить забор. Финансирование тут из трех бюджетов – федеральный, региональный и местный. А это 16 миллионов рублей. Успеют завершить все работы до конца октября, сообщает подрядчик. Новомалыклинский район получит и новую дорогу. Это участок от Алексеевская – Высокий-Колог. Укладывают асфальт, меняют линии электропередач. Работы выполнены наполовину. Окончание уже в октябре этого года. По этой же программе развитие сельских территорий реконструируют дорогу около села Юлова и поселка Свет в Индинском районе. Губернатор еще раз напомнил министрам – важно не только завершить строительство, но и после за этой территорией ухаживать. В следующий год мы будем подписываться специальные соглашения по таким объектам. И если муниципалитет не будет выполнять взятые на себя обязательства, то будут вводиться штрафные санкции. Во-первых, мы и деньги будем эти изымать. Во-вторых, мы будем накладывать серьезные штрафы на сами главы муниципальных образований. Ульяновская область участвует в трех государственных проектах по автодорогам. Дорожная сеть, системные меры развития, безопасность движения. В последнем четвертом автодороге Минобороны России не участвует ни один регион. Этим проектом занимается исключительно военное ведомство. В 2024 году дороги регионального значения от общей протяженности должны быть в нормативе не менее 50% от общего объема. На сегодняшний день мы находимся в точке 44% и к концу 2019 года, завершив все ремонтные работы, должны достичь показателей 45%. Состояние дорог региональных или муниципальных, говорит губернатор, обязаны быть постоянно в центре внимания ответственных. Здесь и наращивание качества, и объемов строительства, использование новых решений и технологий. Все больше сил будет отдаваться на реконструкцию областных дорог, подъездов к селам. Национальный проект рассчитан не только на выполнение показателей, но и изменение уровня жизни. Анжела Забашта, Бахтияр Салтанов, репортер 73.